Приветствую всех зрителей канала Лёша Играет. Хочу закончить этот год ФФА сериалом по Beyond Earth. Всё-таки последние месяца полтора я только в Beyond Earth и играю. Сыграл уже очень много игр, все их записывал, но решил выбрать вот именно эту игру, где я играл за Палистралию, потому что здесь много, она такая разнообразная, то есть вы увидите и мирное развитие, и войну, и неожиданную развязку, то есть всё довольно необычно. Надеюсь, успею выложить до конца года, во всяком случае, примерно так у меня это всё запланировано, и уже в начале следующего года будет Цива. На этот раз мы играем в ФФА на пятерых, вот так собрались. Среди моих соперников уже знакомые вам Кицаль и Мастер, а также новички Камрад Гео и Тёртл. Более камерная обстановка, но никак это на динамику игры не повлияло. Традиционно прошу вас воздержаться от бессодержательных спойлеров и от оскорблений участников. Если вы смотрите видео не в день выхода, то переходите по ссылке в правом верхнем углу, белая кнопочка с буквочкой I, там будет ссылка на весь плейлист и можете посмотреть весь сериал полностью. Ну а на этом всё, приятного вам просмотра. Так, всё, не успел, тут главное из Уимы убрать резчика. Отличненько. Снова обратно отобьёт. Так. Блин, убил моего. Блин, я ни хрена не успеваю. Блин. Не, я, мне просто уже надо заново тренироваться в Циву играть. Я в войне просто, очень медленный стал. Жалко. Почему-то корейская голоматрица мне культуру не даёт. Жаль. Не-е-е-ет. Камрад, на меня санкции наложил. Оставь его в эти не отменили. Говорит, что я плохой. Ты, нет, ты сейчас должен как бы выступить от лица возмущённой мировой общественности и что-нибудь сказать. Да-да. Привет, Сырл. Нет, ну не надо при этом смеяться, а то как-то несерьёзно выглядят твои санкции. Ты знаете, там выступает такой Обама, вон там. А мы на Россию санкции накладываем. Ну, кстати, они же не на Россию накладывали санкции, а только на некоторых представителей. Хорошо, давайте наложим санкции, только я не камрад. Слушай, ты в заповеднике продашь мне? Кореец. Кореец и заповедники, идущи, ида, смотри, хорошо. Ну, на момент войны. Нет. Защищённый дрон, центральное управление и узел. Кроме того, есть из вас узел когда-нибудь строил улучшение? Да, да, да. Я вот когда за Бразилию играл, я все клетки застроил узлами. Чтобы быстрее лечились, да? И что... Да, да, и потом... Имеет смысл их несколько построить. Ну, они просто... Это лучшее улучшение, которое можно построить в определенный момент игры. То есть там самый большой выхлоп с него. Три производства, энергия там. Разумнеземных ландшафтах самый большой выхлоп. Ну, на воде можно строить, а земля ландшафт не вхлоп. Так, здесь уже есть торговый склад, так что он торговый конвой, если что. Вон, а здесь туреевый реактор. Давайте-ка передвинем город. Пойдем вот в эту сторону. Леша, ты не против, если я повоюю с китайцем сейчас? Ну, я в принципе не против. Я правда не знаю, как это на мне скажется. Я просто его не вижу, честно говоря. Ну, у тебя просто караваны к нему ходят. У тебя караваны... Он уже санкции на меня наложил, так что у меня уже ничего к нему. Сейчас я вообще гляну, конечно. Нет, ходят. Почему-то ходят, я думал, он не будет ходить. Ну, тогда сейчас я объявлю и перестану ходить. Замечательно. Прекрасный план. Да, опять караванов ходят. Ну, тут, слава богу, они не теряются, в отличие от... Цивы, где можно караваны просто потерять. Да, просто перезапустить их, и все, можно. Так, Посейдон тут готов. Слушай, Камрад, давай в союз заключаем, чтобы выход с договоров пошел полный. Так, биофабрук. Триндерка. Угу. Похититель построен. Так, давайте все-таки теперь этих... Самолетиков, самолетиков, где они? Да, вот то, что тут меняется постоянно очередность юнитов в списке строительства, это просто трендец. Я на этом столько времени теряю. Да. Ища каждый раз. Я вообще бесит интерфейс тут по званиям. У меня, например, юнит ближнего боя морской, называется истребитель. И еще несколько из юнитов, вот с такими названиями, я все время пытаюсь понять, кого из них строить, какой из них юнит, что делает по названию, не определить. Да, это правда. Блин, сейчас я не успею все эти караваны распределить. Надо их в свои города отправлять. Ого, 25, нифига себе. Вот, две клетки не долетает. Все, мы сюда подвинемся. Блин, я уже два раза не встретил сопротивления. Так, это вылечить. Этим можно поатаковать. Пускай полечится, полечится. Блин, 11 секунд, ну. Просто трындец. А, у меня, кстати, не действуют зоны контроля на мои вот эти вот. Надо этим пользоваться. Ну что, мастер, тоже три самолётика потерял, как и я? Я что-то даже, блин, не заметил, честно говоря. Ну ты ж как бы не заметил, что ты туда перекинул три самолета. Да, 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 все, 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 да. Лучше бы ты мне не рассказывал об этом. Я могу тебе сказать, как бы мы все учимся тут в этой игре играть. У меня просто вот эти резчики, они мне прокачаны, что они меня игнорируют зоны контроля. То есть, собственно, ты можешь только если полностью заставишь все клетки перед городом, они не пройдут. Это вообще голая прокачка, конечно. Да. Да я, собственно, только таким образом и могу как-то с мастером, потому что я реально, я такой медленный стал, что в цире я вон дуэльки проигрываю, что тут мастер двигает свои юниты. Я на них только смотрю и вообще не соображаю, знаешь, что происходит. То есть, я в войне сейчас очень плохо. Ух ты, вот это встреча, обалдеть. Что, где? Там. А, ты туда шел? Все, я убедил. Все, я убедил. Блин, я самолетом хотел, ё-моё. Ай. Ну, блин, а что так слабо-то? А, во, еще у него авианосица. Вот, его давайте. Я что-то так и не понял, кто у кого, кто из вас, ну, с корейцами, города у кого он забрал. Вы периодически меняетесь или что-то или что? Типа того. Ну да. Ну, он сейчас уже не меняется. У меня просто только что видел, что они австралийские были, а уже корейские снова. Да. Так, перебрасываем все на этот фронт. Так, подвинулся. Надо еще подвинуть. Сюда. Так, тут что, ториевый реактор построен. Геотермальный источник, три энергии, автоматизированный завод. Давайте лучше автоматизированный завод пока. Здесь похититель готов. Давайте саранчу. Здесь похититель. Давайте саранчу. Так. Фабрика. Тут ферма. Надо квест выполнять. Так, а сюда я шел. Вот сюда, ясно. Ой, гнездо. Как бы там меня не приговорили. Пускай лечится. Так, надо теперь караваны, наконец-то, распределить. Я не хочу пускать к американцу, если ему больше дается науки, чем мне. Поэтому проверочка везде больше дается, да? Да, в свой город. Еще могу, правда, в Шеклтон. А Шеклтон у нас... Порож штраф за то, что лимит лимитов будет превышен. Ну, 10% за каждый производство. Производство, по-моему, да. Производство. На производство? Да. На самом деле он ощутимый становится. На времени. Блин, 9 производству будет давать. Так, спутник шпион. Так, спутник шпион. Я просто не знаю, убьет его или нет, какой-нибудь орбитальный удар у города. Блин, 34. Да, не успеваю я все караваны распределять. Я не уверен... Ну что ж, захватываю. По-моему, по идее должен. Все. Блин, 35. Продолжение следует... Что ты пристал к моим самолетам, кого он меня тут обстреливает? Ага, так, надо его авианосец убить. Да, слушай, игнорирование зоны, конечно, со всех сторон лезет. Ладно, я тут лучше постою, о, я что-то стрелять могу. Так, теперь подвинемся. Не отобвись, все-таки. В смысле, у тебя пока еще города мои, главное. Да, я просто смотрю по армии, вижу примерно. Ты ж смотри, как я воюю хреново. Слушай, Леша, у тебя самолеты, какая у них боевая мощь сейчас? 36 написано. А, у меня тоже 36. Нет, вообще боевая мощь должна быть одинаковая у всех самолетов, там прокачка главная. То есть, грубо говоря, если у нас одинаковый уровень, да, то есть у меня же там какой-то 12 или какой-то, и у тебя там 12. 13, у нас как 12. Нет, я имею в виду, самолеты на каком уровне апаются, они же не на 13 апаются, они там на 11 что ли апаются. Ну, если вот одинаковый уровень прокачки юнитов, то есть второй, то сила у них должна быть одинаковой, если они одного, как-то сказать, одной категории. Тут все зависит от того, какие ты брал прокачки, а они зависят, собственно, от того совершенства, в которое ты пошел. Блин, напомню, тебя не уничтожили. Коврат, ты еще мне науку не хочешь продать? Соглашение. Ну, ты же, походу, побеждаешь там? Нет, я не побеждаю. Побеждает, у него мои города. Не слушай его. Да, не слушай меня. Мы меня изменяли. Слушай, слушай мастера. А у тебя мой город. Нет, мы поменялись городами. Ты даже на один больше у меня захватил. Как ты на один больше у тебя? А, да, точно. Это правда, ладно. Да, да, да. Ну, просто, ну, согласись, что-нибудь чихо, это вообще, как бы, ну, ты его просто нереально тебе его уничтожил. И я думаю, ты его и не заберешь уже обратно. Блин, конечно, нет. Просто он так конкретно на моей территории находится. Хорошо, я тут построил. А, я уже все это передвинул всех этих похитителей. Так. Ладно. Ну, смотри сам, Камрад. Если ты не продашь мне на науку вот это соглашение, я точно не отобьюсь. С ним еще, может быть, там, матность как-нибудь самолета. Я не собираюсь тебя уничтожать, честно говоря. Мне вот джимбумбу обратно отбить. Я готов с тобой мир заключать. То есть, тут такой буфер между нами будет. Так что, Камрад, еще условия надо глянуть. Надо посмотреть. Мне кажется, сейчас должно быть у тебя больше очков, потому что я как-то так юнитов потерял. А не, у меня больше очков, слушай. Но так вообще... Ты мне должен... 316 зо... А что, почему... А почему умножено на половину, интересно? А типографический капитал умножен на 3. Хм. Ну, кстати, зря они сделали, что тут можно технологию еще отдавать за мир. Ну, зря. Ну, это можно и будет использовать неправильно в сети. Кто-нибудь с дуру будет, знаешь, так отдавать техи бездумно. Зо... Ну, блин, мне долетает немного. блин с торговыми конвоями конечно все неужели все торговые конвои раскидал так тут надо будет спасать сейчас блин че они так слабо как-то коцаются я не пойму здесь надо отступать иначе потеряю самолетики юнита убили ну тут было понятно у ему захвачен рабочий а тут был рабочий так тут тоже понятно а у него уровень здоровья высокий так надо у меня накопилось так защите города энергия что миксели юнитов есть что-нибудь на вражеской территории в дружественной орбитальной зоне действия это интересно вот видите плюс пять процентов теперь стало в пределах орбитальной зоны действия отлично ты ваш мир не хочет заключать пока джим бум бум не вернешь ну конечно нет и у ему я хочу захватить слушай комрак а энергосистема продаж на энергию а правил так как она сразу да мне 16 уровень может давайте пока закончим генетические исследования и откроем 16 уровень гармонии это новые самолетики будут более крутые блин а тут ничего быстро мне надо 10 ну вот этика инопланетян потом приручение инопланетян всех ксено скважин еще культура будет давайте наверное так и сделаем так чуть я не понял что сейчас исследуется а все нормально 123 так генетической найти пока забросим это дело потом будет генетическое проектирование так тут передвинута давайте построим тут рабочего и потом док док так здесь орбитальный лазер здесь саранча построена давайте 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 похитителя здесь саранча построена тут давайте еще саранча у нас на переднем крае борьбы на переднем крае борьбы это место где аж 4 гнезда инопланетян друг рядом с другом это где это сверху от табо если ты знаешь такой город мой да знаю это африканский город а ну там где видимо куча фероксита это направил Попад , не возвращать города африканцу да наверное не не надо возвращать если бы он был в игре или хотя бы у него были еще какие-нибудь города а так как вообще нету но отходи блин достал все-таки эту гидру блин так ладно не надо отвлекаться просто сосредоточиться на одном фронте гидру ну мой авианосец какую а убил да и прятал как мог нет все равно полез за нею куда-то поплыл фиг знает куда да боже ж ты мой ну вот и где ты мастер проигрываешь расскажи кому ты там сказки рассказывал что ты проигрываешь просто повезло что забрал вот эти три самолетика причем тут эти три самолетика как они влияют на проигрыш или выигрыши ну то есть них нормально мог меня обстреливать сверху спокойно посылать своих юнитов читерных которые мимо моих проскакивают и захватывают город все два выстрела с самолетом и один 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 просто и захватить собственно но уже знает а у меня там ладно неважно что все там а вот у него два самолета сейчас и следующим ходом буду подходить и захватывать просто своими этими решками читерными как он говорит надо вылечить юниты смертная такого налетчиком так что у него в миазме надо в миазме стоять что тут блин шо ж ты будешь делать так резервация блин тут надо защиту какой-то со строить теперь что я могу купить для защиты ничего вот ракетную батарею могу купить саранча похитите саранчу перекидываем куда сколько на клеток вообще раз два три четыре пять шесть семь восемь до девять а ну да и снова на 9 раз на три четыре пять шесть семь ну по идее до этих долетает из кисим понтана да и из магана должно даже раз ну маган и не могу правда перекинуть так похититель орбитальный лазер этого мы отправим сюда мне тут какой-то этот подводная лодка какая-то плюс 30 процентов в атаке так надо в город посадить ксенарой слушай лёша это такая способность у интегра у меня просто твое видео там глянул что у нее так дешево за дипломатический капитал нужно все покупать до конкретно шум в описании написано что дешево там только соглашениями связано а там оказывается издание юнита просто да 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 Продолжение следует... Нормально, сейчас я еще тут артефактов наберу. Я не хочу просто такую раненую саранчу использовать. Хотелось бы, чтобы они у меня дожили до... О, подлодочка. До преклонных лет. Ну, да более крутое. Моя голоматрица тоже не приносит... Палистралии ничего. Вон. Да, все время забываешь, что ты на последней секунде город не позахватываешь. А, я думаю, что за 18 секунд вышел. То есть, так... ... ... не понял ты там китайцы уже совсем что ли обижаешь солицу потерял да рад вам напомнить что это видео вышло при поддержке 2gis это справочник и детальная карта городов не обязательно отправляться в дальние места за новыми открытиями их можно совершать и в своем городе отправляйтесь в музей рассматривайте интересные экспонаты и узнавайте интересные факты информация о музеях и часах их работы есть в 2gis так я именно благодаря 2gis узнал как работает московский кремль в свою последнюю поездку 2gis если быть точным она подумать мне как лучше все конечно место освободить и город захватить так торговый караван готов но 10 науки 12 науки это я понимаю один из 12 отдаю 4 3 да вот этот и надо отправлять так док готов построим похитителя орбитальный готов тут орбитальный так давайте-ка мы запустим сообщих возможно принять запустить ахам вот и и и и и и и и Так, ну чуть попузжим. Похититель, саранча, похититель. Вот так сделаем. Здесь у нас саранча, похититель и саранча. Где, блин? Так, этот пускай лечится, а этот может пострелять. Здесь похититель готов. Саранчу я тут не могу строить. Давайте пару похитителей тогда. И здесь саранча готова. Значит, пару похититель. Даже тройку можно. Так. Долетает отсюда. Готов. Лечимся. Этого будем использовать. Отсюда саранчу перекинем. В чончиху даже. Вот так. Давайте-ка купим исследователя. Отправим вот сюда. Так, этот еще может обстреливать. Отлично. Так, этого лечения. Крайл лечится. Это еще будет стрелять. Левиафана. Подводим. А улучшение, которое, допустим, обработанное у аванпоста, они работают в плане науки, энергии? Нет. Там же нет жителей. Там же считается, что аванпост ноль жителей. Понимаешь? Да, да, да. Но вот ресурсы добавляются, если там типа... Ресурсы, да. Допустим. Все. Так, я могу, например, вот этим юнитом... Так, 4-4. Ну, давайте. Спасибо. Продолжение следует... Все, я уже походил. Так, гигр, пускай тут стоит саранчо. Так, гигр, пускай тут стоит саранчо. Да блин, я ж на перехват поставил. Забавно, я уничтожил юнита и сразу открыл технологию, которую только сейчас поставил изучаться. Один ход. И где этот налетчик, интересно? Налетчик, это, видимо, подводная лодка. Вообще, ни до кого не достаю. Продолжение следует... в джембумбе можно не особо гугу не раскатывать строя что-либо так 310 рабочий там бессмысленно телепается так саранча похититель саранча в этом очередь похититель чтобы меньше просто меня отвлекали это строительство а а а а а А еще тут при захвате городов, я так понимаю, в них количество жителей не уменьшается. Раз бы уже Джимбумба бы уже до одного жителя упал. Сколько раз мы ее тут туда-сюда... Ну это, видимо, компенсация за то, что их так легко захватывать. Ну, наверное. Там только здания вроде разрушаются, да? Меня и в Циви, честно говоря, не устраивало, что, блин, город, там 20 жителей, его два раза захватил, и он уже два жителя. Ну, не очень. Да, это полная ерунда. Да, я согласен. Так, этим мне уже нечего делать, этого в лечилку. Нормально. Так. 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 Продолжение следует... 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 хотя уже максимальная до мастер нет ну так и у меня не максимально мы одинаково идем по количеству совершенств одинаково совершенно это еще стреляет тут видимо самолетами ладно отлично инопланетяне сейчас право меня штурмовать решили снова это не инопланетяне а местные жители на самом деле это мы инопланетяне здесь аборигеном так что мне теперь взять к производству орбитальных юнитов при строительстве чудес уровень шпиона 2 за каждое улучшение фабрика и юниты остаются дольше вот количество производимой культуры это будет неплохо было 380 стало 412 да это норм учение инопланетян 20 блин запустила как из мой телескоп космический толку никакого не надо подождать он не сразу находит нужно подождать просто запущен самого начала у меня сколько ходов прошло но он там если ты больше же увеличивается шанс но вот я в тот раз мы играли что тоже где-то до 80 вот нашел в этом на себя сколько было запущено два телескопа и при этом я ждал где-то вот так же самим смартфон как у к 1 молоча 2 запущу и он там там же какой-то процент веешь там как повезет может сразу он может да чем бум поможет торговый путь проложить так а тут бегают караваны бегают кем рак здание на караван продажа заповеднике напоследок то я управил ну какой босс по науке офигеть где-то ну так китаец но зачем 40 зачем где-то 140 к науке 140 не было 240 мне плюс 140 он сказал плюс кусок я и говорю я говорю мне все я понял я всего чуть больше 140 науке у меня стало 382 китаец зачем я не могу понять зачем ты это делаешь он меня как бы не не это не не проигрывает у него мой город я у него типа вообще как бы ничего не делал ты его еще про чай про это какой очень тихо которые отморожены полностью мячом бомба мой второй город вообще был на минутку это мой второй город это считай как у тебя данг е понимаешь серьезно же бомба 2 до ричпорт и дадим бомба второй город ричпорт это помню 4 меня 3 помню пенбелла был или ранге я уже не помню и ты прокачиваю так под стать поставил прямо к этому корейцу город даже ближе чем в смысле я поставил это он ко мне поставил ближе почему я поставил ну да у тебя вас город ровно посередине между вашими столицами джин бомба давай артефакт ну я у него я тянул в этот джин бомбу данных ли он ближе к лишь все я вспомнил я не успел поставить я его наверху вас сразу так не на кого не понимаю как я вижу клетку сейчас короче одну а я и думаю до загрузки глюк какой-то не это после загрузки я вижу возле города ксем потан как я ее вижу я не понимаю вижу там лёшин этот стоит похититель пока цены у меня там нет ни спутников и не шпионов никого смотри о я смогу у ему захватить и сейчас убьют эту фигуру даже отлично что сейчас я вижу так случайно странно что я вижу просто а эти налетают долетает ну вот неплохо очень даже говоришь проигрываешь нормально все по моему минус 3 самолета минус 2 на 2 1 1 1 я уже перехватил а когда хочу ты держишь ты их там там же города переходят туда-сюда ты там их я уже не знаю нет ну блин по моему все равно лучше строить авианосцы и как-то маневрировать а не а не справа не держать вы так самолетами строю самолеты не строишь в принципе не страниц ну у меня были самолеты но я не успешно авианосцами воевать самолетами получается будет от себя в руку Я кое-что вспомнил, что можно делать в игре, только сейчас подумал об этом Я ж могу грабить и лечиться Прикинь Я забыл вообще об этом Напряженный момент Ну у него вот этим он, я думаю, джим-бумку захватит Надо выйти из Уиму Да харе Блин, промахнулся Что ты гоняешься за каким-то моим одним юнитом постоянно Ладно еще, я понимаю, авианосец с тремя этими самолетами Ну блин, за этим резчиком несчастным А почему да? Знаешь, что самое поразительное, что у тебя ходит караван в Новый Вавилон посреди моих войск Он уже ходит, не знаю Я его не граблю, тупо, я не знаю, как это так происходит Ну, то есть я его специально не граблю, потому что мне юниты нужны вообще в принципе А случайно он не грабится почему-то Интересно, может надо нажимать на кнопку, чтобы разгреть? Так, у меня тут же был все, он не в зоне действия, но охренеть Как я так спутники запустил Так, что у нас опять? Торговый караван 3-1, 4-1, о, 12-10 Не, лучше док, наверное, тут надо, да Для начала Так, банк данных, теперь похититель, а потом саранчу Тут похититель Саранча Похититель Давайте артефакт Так, что у нас тут будет? Морские юниты получают сток защиты от дальнобойных атак Охренеть Я думаю, сейчас расстроится Слушает Мастер А ладно, ничего Я все равно слышу Я просто самолетики прокачал специально Воевать Как строить цветок? Ты что, когда там начали технологии кучу открывать для цветка Да? А-а-а Да, у меня же науки, блин, 150 вход Как ты так просел-то? Да потому что, блин, все плохо у меня, с самого начала игры было И меня никто не продавал эти заповедники или как их там называют Я не понимаю, как можно, имея 150 науки в ход, выйти в 16 гармонии? Мне вот это непонятно, честно говоря Вест, не, ну серьезно У меня вот и просто сейчас Сейчас вот 180, потому что я пустил караван на клеш Ну как, больше 200 науки у меня не было вообще ни разу У меня какой-то бак, у меня все время один и тот же звук повторяется Что-то рушится, я не понимаю, что я не могу, я сейчас с ума сойду просто, еще 4 минуты ждал Какой сынок, сходи в магазин за хлебом или какой звук? Нет Звук? Блин, я не знаю Ну, разрушенное улучшение, я понял Да, 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 пипец просто Не, на самом деле, это значит, что там, возможно, где-то рядом с тобой, например, мастер Или комрад рушит разрушение друг другу Да, нет, 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 ну, у самолета все-таки Не понимаю Это звук самолета И потом еще так Двигатели самолетов, там какие-то камни падают Я бы на твоем месте подумал о проверке слуха Самолетом падают кирпичи Да, такой звук Самолет взлетает и камешки такие Может тебя просто из самолета как раз кирпичами обстреливают, знаешь? Ну, это первая цена, по-другому Все, он Кажись, все юниты походили, наконец-то А, вот еще откуда я это Думаю, начали действительно не просил У меня же шпионы, я вот ворую науку в основном шпионами Вот почему Ну да, кстати, у тебя же они быстрее намного работают Да, да, да Харе терроризирует джимбумбу Что там, док еще остался в джимбумбу? Корея, go home Нет, в доке больше нет Там уже ничего нет Нет, чудо еще есть Ну чудо, да Чудо построено, а что там за чудо? Сфера дронов Плюс 50% к действиям рабочих и экспедиций Чему 50%? Рабочих и экспедиций Ко всем показателям в игре Это бы много объяснилось Хорошая щена Блин, ты его вылечил еще этого Эту канонаду чунгуйскую Это, по-моему, юнит ближнего боя Да, я говорю, у меня есть истребители Кстати, да, истребители это подлодка Я ошибся Ну, истребитель все-таки, знаешь, такое общее слово Ну, с другой стороны, конечно, с переводом Есть вопросы Вопросы к переводу есть Самолет, сейчас, кстати, как самолет называется Налетчик Налетчик? А у тебя через праведность прокачан он Или через превосходство? Праведность, мне вообще не нравится Праведность Не, ну там, если ты танки эти возьмешь, они очень даже неплохие Какие танки? Левитационные? Да, эсминцы Они у меня есть, они слабее, чем дреднолды Эсминцы надо, да, не танки, а эсминцы Ну, это дреднолды они называются, они самые мощные Левитационные эсминецы, это самый мощный юнит Среди всех, по-моему, да, да, да Вот, раз прокачку там еще возьмешь Он просто разносит всех в клочья Но он стоит, по-моему, 5 или 6 антигравия 5, да, 5 антигравия Это меня не остановит Блин, вот еще один глюк Нарисован значок, типа, конец хода Я такой думаю, ну все, типа, сейчас конец хода Нажимаю, и еще куча юнитов оказывается Охренеть Да, вижу этого эсминца Блин, клевый юнит Надо было изучить его и выиграть игру просто Охрен специально Ну, у тебя еще не все потеряно Это мой жир, знала-то 18 ходов до этого эсминца мне понадобится Только на изучение Ну, хорэ моего резчика резать Наконец-то я этот караван разграбил О, еще и культуру получил Теперь с караванов культура дается Так и культура, и наука Там, смотря какой караван, куда он идет На тебе новую канонаду Да ты надоел Развлекайся Ладно, все, спасибо тебе за игру Давай Что, вообще уже там все? Что-то быстро, конечно, фигеть Блин, я за счет, спасибо за игру Минус 42 здоровье Спасибо за заповедники, комрад Слушай, ну Что, у тебя перестали они здесь? Мастер, отдавай ты мне уиму и джимбумбу И замиримся Ну, блин, ты ж теряешь юнит Ты ж видишь, что тут сильнее у меня Ну, что мучиться? Я предлагаю сейчас мир заключить и все Давай, давай На каких условиях? Что там есть? Ну, отправь мне какие-то нужные условия Что я что-то притомился Специально, давай замеримся Или ты собрался? А, да, да, да Не, не, конечно, нет Я вообще не забыл, что я с тобой воюю Блин, ну тут у Китая, конечно В каждом городе под чудом Прям жалко сжигается Но, блин, минус 42 здоровье Кстати, не так уж и сильно у нас разница У нас 5982 против 4482 Ну, фига, неплохо навоевали Может не радоваться Ну, мы, я думаю, это за счет того, что мы много городов захватывали И это, видимо, как-то Ну, захват города довольно много дает И, видимо, оно как-то складывается Да, наверное Отослал я к тебе Так А что я могу? Ну, давай, видимо Поторгуем мастер Само собой Ради этого и воевали Ну, просто я вот, видишь, я как бы отодвинул тебя Согласись, все-таки у тебя Уиму получается немножко в моей территории был А сейчас у нас ровненько такое разделение Немножко он был у тебя прям Ну Ну, прям, ну, конечно Сейчас ровненько такое разделение и все Так, в Уиму Торговый склад В Джимбумбе торговый склад Здесь торговый караван Мастер отослал на союз Все был в троем в союзе Посмотрим, интересно Просто я теперь понял, что просто Прежде чем объявлять войну, надо Говорить, чтобы там либо на сотрудничество Переходили, ну, как-то так Ну, да, да, обязательно Я просто непривычно не было Я не следил за этим делом А чего ты, мастер, за эти За Я, кстати, не знаю Посмотри А, неплохие, кстати Мне будет в самый раз Я тебе тоже тогда союз кину, мастер Посмотрим, чем это придет Победила дружба в итоге, ребят Послал еще одно предложение Да, я тоже Слушай, я начну селать свое предложение А, у меня с мастером просто, да Что-нибудь надо отменить За уничтожение юнитов в бою Это не надо мне Еще мастер отправил Еще мастер отправил Там 20% от столицы Мне дало 20 науки Да, маловато Я заплатил за это 250 диплом Дипломатии Мастер еще послал предложение Официально, наконец-то ты сейчас вырвешься по науке 10, 9 Ну, у меня больше науки не стало Просто дешевле техи, только от этого будут Так, купим Два конвоя Я не брал сейчас, типа, никакого Буста, ну, бонуса За счет количества соглашений И всю игру их практически не заключал Вот у меня только с Лешей было два соглашения заключены И все Сейчас можно Так, надо отменять тут строительство юнитов И, кстати, да, науку там за каждое соглашение Это все Дош, продашь отмену регулирования рынка? Сейчас, подожди У меня тут Есть другие занятия Так, похитители отменяем Саранчо отменяем Саранчо отменяем Похитители тоже отменяем Торговый склад, торговый склад Так, что ты хотел? Отменяем Отменяем На торговые пути тех, которые численность Отселения Порог, короче Ну, я не против Снижают Ну, я отправлю На следующем ходу Как раз престиж придет Она еще тебе посла Одно соглашение Мастер Ты прям Ты разошелся кицал Прям гулять так гулять Я смотрю Да Летать так летать Но утки уже летят Высоко Я им помашу рукой Чьи стихи? Не знаю Не разбираюсь Розенбаума Хотя я их слышал в исполнении Михаила Шефутинского И не спрашивайте меня, почему я слушаю шансон А ты слушаешь шансон? Ну, это предсказуемо Ну, вообще, Шефутинский-то вменяемые песни поет То есть, нельзя сказать, что это были совсем уже отмороженные Типа Я отсидел три года и ногу Путырки, да Да, да Запахло весной Дворник там что-то Холодный тропой Значит, я захватил чудеса, они у меня не работают Почему-то Ну, потому что еще город сопротивляется Да Пока сопротивляется, не будет работать Слушайте, а Макара, это считается Левиафаном или обычным инопланетянином? Нет, это обычный, по-моему А по-моему, он плавает Во-первых, он не плавает Ты имеешь в виду, подожди, ты имеешь в виду колосс, да, который? Нет, инопланетянин под именем Макара Да, 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 ну а что ты еще раз спросил? А, ну так, колосс, типа, колосс или нет? Ну, самое интересное, что я ее на суше вижу Походу она и плавает, и на суше Она, да, да, причем она не теряет урон нигде Она может и оттуда, и с суши на море, и с моря на суши И на суши, и на море атаковать довольно мощно То есть такой гопник отмороженный на самом деле Так, проверяем караваны, весь дерьмя Вот в чон-чих, а, тут я купил их только что Куда мне тут отправить? 11, 9, вот неплохо 9, 8 Так, давайте в Ясок И в Дангье По настрою спутников, которые дают счастье Посмотрим, насколько они работают Отправил Леша соглашение Я отойду Слушай, а ты у китайца что, вообще все города захватил, да? Да Мне просто интересно было, какие чудеса где Ну и в принципе я мог Спасибо за субтитры Алексею Дангье а вот если чудо уничтожается вместе с городом то его заново уже нельзя строить да ну как в цели жена я просто не знаю там нельзя я даже не помню в циве нельзя вроде нельзя так что тут надо сформировать дно так еще раз проверим на караваны в пембели можно купить в маеве там по джиннале в мага не вообще 4 1 2 к 2 да блин кэш он и показывает что все закончилось ма ган перекину Продолжение следует... Ну, наконец-то все всеми походил. На этом пока все. Для того, чтобы успеть до начала нового года, я буду стараться выкладывать серии каждый день. Но если вдруг все-таки у меня будут проблемы тут с загрузкой, то через день должна появиться серия. В любом случае, спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.